Ну что, дорогие друзья, Джоэл снова с нами, и я сейчас хотел бы поднять, продолжить точнее тот вопрос, который подняли, потому что мы решили, что это важный вопрос в вашем образовании, в вашем будущем в Австралии. И кто как не Джоэл знает это все, потому что это человек, который в действительности ученый, молодой ученый, и при этом он досконально знает русскую, австралийскую культуру, итальянскую, кстати, даже ирландскую, вот тебе же много крови равной тебе течет, а под австралийским солнцем это дело тебе просто, ты родился, ты самый настоящий узи-австралиец. Так вот, я хотел бы задать, повторить этот вопрос. Джоэл, ты как считаешь, человек, который, образовательный агент, способен помочь твоему студенту, и вообще должен ли заниматься этим делом, образованием, потому что всем делом надо заниматься хорошо или не заниматься вообще? Если человек не имеет образования, может ли он заниматься исследовательской работой, вообще продавать образование в Австралии, если он его не получал, а не получал даже у себя дома в России? Нет, просто нет. Ну, потому что если у него нет опыта, то как посоветовать других людей? А почему для других людей это не очевидно? Как ты думал? Ну, потому что, может быть, мы не обращали внимание, как человек говорит, может он недостаточно объяснить несколько вещей. Ну, и я думаю, что сразу видно, если человек знает, о чем говорит или нет. Но, конечно, есть исключение. Если у человека опыта, люди обычно говорят, ну, что у меня опыт, я часто так делаю, я часто так работаю. Это не понты, но как... Ну, согласись, понимаешь, допустим, в информационных технологиях, если человек 8-10 лет отработал в IT и был системным администратором, я могу согласиться, но это заменит. И департамент иммиграции согласится, что это заменит образование. Вот эти 6 лет опыта заменят образование. Таким образом ты можешь быть советчиком человеку, который хочет учиться на магистратуре или хочет учиться на исследовательских программах, если ты вообще не имеешь высшего образования. Ведь это есть еще общее высшее образование, которое, ну, ты же понимаешь, да, есть общее высшее, наверное, у него специально, да? То есть ты вообще не имеешь понятия, если ты вообще всю жизнь жил по принципу, который и проводил, то есть зачем вам образование, вот, пожалуйста, ну, например, да, у меня дочь бросила университет, потому что зачем? Сейчас вам университет вообще не нужен, и в этот же момент, то есть ты так думаешь, потому что ты, это у тебя в крови, ты не врешь, ты именно так думаешь. А потом ты начинаешь продавать образовательные программы, и ты начинаешь говорить, нет, это все нормально, ребята, идите. Но первый вопрос, это как это, возможно ли это вообще? И второе, будет ли это качественно, потому что, ну, можно продавать автомобили, не разбираясь в автомобилях, можно продавать образование, никогда не учившись и не разбирающихся, изнутри не выросших. Вот, смехотворно. То есть нет? Нет. Ну, вот я, допустим, сталкиваюсь вот сейчас, у меня уже сейчас ребята звонят, то есть начнут подходить там через часик, и вопросы, они возникают, допустим, по процессу перевода там с одной программы на другую, процесс написания курсовой работы, процесса, допустим, если брать research, то надо, допустим, глубину объема темы, вот то, что мы говорили, да, renewables и ядерная энергетика, вот как совмещать это все. Вот, ты должен вообще это понимать, не бла-бла-бла, а понимать, потому что дальше идет разговор с супервайзером, и каким образом ты будешь отговаривать с супервайзером, если ты, ну, там, так, никогда не учился, ну, никак. Никак. Если у человека не опыта, никак можно говорить с научным руководителем. Вот, ты знаешь, я заметил одну такую вещь, если человек продает автомобили, вот, да, вот от Customer Service, да, он может очень хорошо человека уболтать и даже сделать хороший объем продаж, но лучше покупать машину у человека, который знает все, то есть он тебе объяснит, то есть он с тобой говорит, понимает, вот, какой заказ, а как бизнес, да, то есть он понимает, ага, вот это точно не будет проверять, допустим, уровень масла, надо ему дать машину, в которой, либо это крайне легко делать, либо она даст какой-то, какой-то там, может быть, индикатор, либо реально там, ну, это небольшая проблема. Если человек не умеет заряжать аккумулятор и не умеет за ним следить, лучше ему дать крузак, потому что там стоят два аккумулятора и начнут барахлить, когда один вздыхает, но второй все-таки тянет, вот ты тут видишь, что, то есть есть, то есть человек, который разбирается в своем деле очень хорошо, он лучше для покупателя, продавец, чем человек, который прибежал, ребята, то болтал как-то кофеек где-то сюда-сюда и тебе вкунул машину, которая в итоге тебе не нужна. Для тех, кто продает, то есть в нашем случае образование для университета, на мой взгляд, лучше вот этот продажник, а для покупателя, то есть для вас, дорогие друзья, лучший человек, который в этом разбирается и вам скажет, что, ребята, вот это вот может быть не очень качественно, но именно то, что вам нужно, а это очень качественно, но ни к чему не ведет, это просто потеря ваших денег и времени. Человек, который разбирается в предмете, он будет это уже делать ради красоты и искусства, а не для того, чтобы увеличить объем продаж и вытащить из вас большие деньги. Вот сейчас самый главный вопрос уже не по теме образования, а бог с ним, мы как бы поставили здесь поинт. Скажи, будущее Австралии, неужели оно в действительности лежит на том, что у нас будет масса строителей, парикмахеров, поваров, кто там еще там, все, что у нас в этом списке выращивают, телекоров там и так далее, там, не знаю, вот эти люди, что они нам нужнее стране и в будущем перспективнее, будет больше деяния, будет больше человеческого уважения, будет самоудовлетворение и будут лучше отношения со стороны государства к людям вот таких профессий, то есть с синим воротничкам, чем к людям в действительности получающим высшее образование, следовательские там вот кадры. Неужели так будет? Или что ты думаешь будет? Нет, я думаю, что есть очень хорошие возможности, особо сейчас, потому что мы построили очень много новых центров, наука, и здесь хорошо, что конкуренции очень мало. И в Европе не так, в США не так. То есть это оптимальное место, чтобы начать карьеру и даже чтобы просто жить. Очень комфортная страна. А в этом смысле, я думаю, что у Австралии очень-очень хорошая перспектива для умных людей, которые хотят работать в Австралии. Вот.